Уважаемые друзья, сегодня с вами я, Зара Готлиб, специалист по заполнению миграционных форм. С Нового года нас будут теперь называть так. Мы больше не будем называться миграционными консультантами. Калифорния так решила. Мне это нравится. Надеюсь, вам тоже будет нравиться. Сегодня мы с вами поговорим о том, как исправить ошибку в вашем документе, если вдруг, не дай бог, вы совершили такую ошибку. Сразу хочу сказать, что ничего смертельного в этом нет. Все исправимо. И давайте начнем. Прежде чем начнем, еще раз напомню, что на моем канале вся информация к ознакомлению только. И здесь я вас знакомлю с миграционными новостями, также знакомлю вас с услугами, которые я предоставляю. Заполнение ваших форм, проверка форм, если вы сами все это сделали. Значит, сегодняшняя наша тема и-реквест USCIS. Значит, и-реквест это тогда, когда вы можете запросить ваши запросы онлайн через сайт USCIS. Для этого я написала уже и-реквест USCIS. Google мне выдал вот эту страничку. И когда мы с вами заходим, мы видим, что здесь несколько окошечек. Первое окошко тогда, когда ваш кейс долго рассматривается. Второе окошечко, когда вы не получили уведомления по почте. Третье это, когда вы карточку не получили. Предположим, там разрешение на работу, green card не получили. И четвертое это, когда вы не получили документ по почте. Предположим, ваше одобрение. Когда мы с вами сюда заходим, то здесь они нам дают краткое объяснение, для чего и когда вы можете использовать это. И также с этой стороны, вот с правой стороны, они пишут, что вам нужно для того, чтобы вы могли отправить запрос. После того, как вы подготовили вот эту всю информацию, вы спускаетесь вниз и отправляете свой запрос. К примеру, мой кейс уже очень долго рассматривается. Мой жених уже скоро отвыкнет от меня. Пожалуйста, посмотрите, что там происходит. И если вам нужна дополнительная информация, то дайте нам знать. Но я, конечно же, шучу. Вы пишете, конечно же, шутить там нельзя. Нужно писать официальные письма. Все-таки это официальная организация. И дальше выбирайте сами. И хочу сказать, что если у вас нет номера кейса, вы, к сожалению, не можете использовать эти окошечки или же эту услугу. Итак, вы отправили свои документы. Проверили все. Но после того, как вы отправили, оказалось, что вы допустили ошибку в вашем имени или же вашей фамилии. Что для этого делать? Typeographic Error. Есть специальное такое окошечко, которое нам поможет. Значит, они здесь говорят. Если ты получил документ, уведомление или карточку с USCIS, и у тебя есть ошибка, то мы тебе можем помочь. Что тебе нужно будет для этого? Тебе для этого нужен будет номер кейса и номер. Вам нужен будет item или же графа, или же строчка, которая содержит ошибку, дата, когда вы заполнили, и ваш email адрес. Для вашего удобства я уже скачала I-797C, который нам укажет, покажет, где находится ваш Receipt Number. Обычно Receipt Number находится вот здесь. Он начинается с трех букв. Очень многие люди путают его с A-number. Не путайте его. Receipt Number и Aliens Number – это две разные вещи. Receipt Number всегда начинается с трех букв, а потом уже идут номера. Обычно это WAC, это LIN и другие. Дальше дата, когда они получили ваши документы, и когда они отправили вам уведомление. Здесь идет Case Type. Здесь они рассматривают форму I-129. Извиняюсь. И затем мы идем... А мы же будем сегодня смотреть форму I-485 для гринкарты. Итак, с этим, надеюсь, все понятно. Итак, выбираем форму номер I-485, потому что мы подали на гринкарту. Выбрали I-485. Мы знаем, что I-485 у нас бывает очень многих категорий. Люди запрашивают. И поэтому мы с вами выберем то, с которыми я обычно работаю. Значит, I-485 Family Based Adjustment. Значит, смена статуса на основании семейной иммиграции. Выбрали. Это обычно, предположим, вы вышли замуж за гражданина США. Здесь следующее идет. Вы пишете ваш Receipt Number. Я вам уже показала, где его искать. Обычно начинается с трех букв. Дальше дата, когда... Пишите дату, когда вы запомнили. Это тоже можно посмотреть. Затем вы пишете ваше имя, ваш middle name, если он у вас есть, и вашу фамилию. Дальше вы пишете дату своего рождения. Месяц, день, год. И затем вы пишете ваш A-number. A-number, возможно, у вас не будет. Если вы, например, приехали по туристической визе и подали ваши документы, вот только подаете по браку, тогда у вас A-number не будет. Затем он здесь пишет optional. Это на ваше усмотрение. Можете написать, можете не написать. Затем пишется адрес, куда будет идти письмо. Значит, in care of. Обычно in care of, for mailing, обычно пишется, если, например, скажем, вы проживаете по одному адресу, но письма получаете на имя другого человека. Или же вы получаете... Или же вы проживаете в одном месте, но письма идут на другой адрес, на имя того человека, которому вы доверили. И значит, у нас получается, что вы здесь пишете его имя. А если же вы живете в своем адресе, по своему адресу, и получаете все письма на ваше имя, здесь ничего писать не надо. Дальше идет ваш адрес, номер apartment. Значит, выбираете вот здесь, что у вас будет, apartment. Значит, выбрали apartment. И дальше идет unit number, номер апартмента. Если вы живете в доме, значит, это все оставляете. Дальше у нас идет город, где вы живете, штат и ваш zip-код. Теперь мы подошли к основному. Выберите. Значит, нам нужно здесь рассказать, какую ошибку мы сделали. Значит, мы ошибку сделали тогда, когда мы отправили документы на permanent resident card. Это на грин-карту. И вот здесь они говорят, опиши свою ошибку. Опиши свою ошибку. Очень важно. Очень важно. Например, скажем, я уже здесь написала, предположим, моя фамилия пишется через I и B. Я написала, например, W. То есть, I написала два раза. И вот здесь у меня ошибка. Что я для этого делаю? Я смотрю, на какой странице моя ошибка, какой part и какой item number. Значит, у меня получается page 1, part 1, item number 1A. Понятно, да? Но если бы у вас, например, была бы ошибка, предположим, ну, где она у вас может быть? Предположим, здесь. Значит, у вас будет page 3, part number 1, и item number 25A. Но я сделала ошибку нечаянно вот здесь. И, значит, я пишу page 1, part 1, item number 1A. И полностью описываю он page 1, part 1, item number 1A. Значит, и полностью здесь описываю, какая у меня ошибка, что я там сделала. Например, я пишу, у меня фамилия пишется так-то, но я по ошибке написала так-то. Пожалуйста, это исправьте. И затем, что они говорят? Внесите правильное исправление. Я опять пишу page 1, значит, 1, item number 1A. И пишу тире. И должно быть вот так. Вот. И вы точно так же должны описать свою ошибку, но я коротко пишу, а вы же пишите. вот на такой странице так-то должно быть написано вот так-то. И вы им даете объяснительную. Затем я пишу свой email-адрес, потому что на email-адрес придет подтверждение. Затем мы выбираем, кто вам делал это. Например, если вы сами делали, значит, вы выбираете себя. Если вам делал ваш помощник, значит, вы выбираете, или же ваш адвокат, то вы выбираете, он выбирает это. Или же если это делал ваш родитель, или же тот, который за вас отвечает, вы выбираете его. Предположим, вы сделали это сами. Выбрали. Затем нажимаете слово submit. После того, как вы нажимаете слово submit, если у вас все правильно заполнено, у вас там выйдет, что мы приняли твое уведомление или твой запрос, вот такой-то номер, ожидай ответ ближе к такому числу. Значит, раньше, после того, как вы делали, делали вот эту, отправляли вот этот запрос, вам приходило письмо на дом, но в последнее время ответ приходит через email. Поэтому, но может быть и на email прийти, и может на домашний адрес точно так же прийти. Но в любом случае, когда у вас выйдет после слова submit, что вы, что ваш кейс принят, обязательно сделайте скриншот или распечатайте для себя номер этого кейса. Значит, вот такая у нас с вами сегодня подсказка. Я думаю, что многим будет это очень полезно. Желаю вам всего самого наилучшего и оставляйте запросы, то, что вы бы хотели, чтобы я сняла видео об этом. С вами была Зара. Всего вам наилучшего. Остаемся на связи. Пока!